итак доброе утро дорогие друзья доброе утро и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору шавуатов кстати шавуатов это говорят хорошей недели такое пожелание после шабата закончился шаббат и мы желаем друг другу хорошей недели хорошо значит мы находимся в двадцать девятой главе мишли притчи который написал царь соломон царь соломон шлому мудрейший среди и вот мы дошли до того 6 отрывок мы прошли как раз пятницу что когда человек делает грех то он сам создает себе ловушку то есть сам грех это и есть ловушка которая потом чека наказывая да это как такой сгусток негативной энергии которая которая висит на человеком и в какой-то момент она его настигает как ловушка да причем интересно какая связь между ловушка еще и грехом что человек грешит чтобы получить удовольствие а ловушка устроена так что животные ловили тоже и их как бы привлекали приманкой и животное на эту приманку идет чтобы ее съесть получить удовольствие его ловили также и грех который который человек делает чек грешит для того чтобы получить удовольствие но по факту он себе очень сильно вредит можно посмотреть на простой аналогии например человек который употребляет наркотики он хочет получить удовольствие от наркотика но в итоге он создает ситуацию в которой он может потерять здоровье жизнь свободу и так далее то есть он сам своим действием над собой сгущает тучи которые потом на него обязательно через какое-то время выпускают тот яд который он же сам в них и направил понятно теперь сегодня мы находимся седьмой отрывок седьмой отрывок и говорит седьмой отрывок так йодеа цадик дин долим раша лоя винда значит дословно это переводится так знает праведник дин долим значит дин это суд но есть суд который обозначается словом мишпат а есть дин это суд значит в чем разница мишпат суд правосудия да он понятный то есть все очень понятно мишпат это когда есть какая-то в этом логика а иногда приходит на человека неприятность и он не видит логику он не видит логику как за что почему на меня я же такой хороший человек почему это неприятность почему со мной это произошло именно сегодня так праведник он знает вот этот вот даже дин это как такое суд наказания назовем это так долим обездоленных то есть обездоленные это те кто теряют имущество они называются обездоленные раша лоя винда от злодей он не понимает знания не постигает знания как это работает я специально нашел пример есть перте вот перте вот эта книга называется в устной торе книга в устной торе называется поучение отцов там есть в пятой главе есть мишна восьмая и мишна девятая я вам хочу сейчас ее прочитать чтобы было понятно говорится в восьмой мишне семь видов бедствий постигают мир за семь главных грехов опять же уже прочитав эту фразу мы можем вернуться к причам и прочитать еще раз седьмой отрывок праведник знает суд обездоленных злодей он не понимает знания то есть сразу же здесь у людей возникнет опять же праведник и злодей меряется только потому идет человек по заповедям бога или не идет тот кто идет по заповедям бога он праведник тот кто не идет он злодей даже если кажется наоборот так вот семь видов бедствий постигают мир за семь главных грехов написано в восьмой мишне в пятой главе перте вот если одни отделяют десятину а другие не отделяют наступает голод от засухи одни голодают а другие сыты то есть казалось бы да обычный человек он задает вопрос ну какая разница отделяют люди десятину на божественные нужды и на помощь бедным или не отделяют какая в этом разница да кто вообще тут как это может повлиять на на засуху вот так вот вот смотрите праведник знает точно он же видит духовные законы он видит причинно-следственные связи и он знает о засуха одни голодают другие сыты почему одни отделяли десятину другие не отделяли все понятно дальше продолжает мишна если 10 десятину не отделяют все все вдруг стали такие что все мы не на не жертвуем ни на какие духовные божественные нужды мы там атеисты например да вот было советский союз они вообще закрыли все сразу все духовные учреждения все конфессии они закрыли да какая-то десятина если была политика государства чтобы не было чтобы не было вообще никакой духовности да написано так если десятину не отделяют наступает голод из-за войны и засухи то есть здесь это колод уже более серьезный да вот помните было в советское время был голодомор то что называли как раз никто не отделял десятину вот мы видим голод из-за войны и засухи теперь если не отделяют халу наступает губительный голод была такая в израиле во времена храма была такая заповедь когда ты печешь хлеб нужно было и сейчас это делают заповедь но это больше делают в память об этом когда пекут хлеб отделяют кусочек теста произносят специальное благословение это тесто сжигают да то есть это как бы как такая часть все время вспоминают о всевышним но смотрите это же мало то есть это если десятину 10 процентов отдать от урожая это серьезное решение а когда даже халу перестают отделять это же не жалко это уже не не потеря когда ты кусочек теста даешь это просто конкретное пренебрежение тем что есть духовный мир и бог и значит наступает если уже халу то есть это уже такое намеренная намеренный отход от духовных законов наступает губительный голод теперь то что у нас сейчас касается очень интересно мор море то это это то что эпидемия до эпидемия приходит на землю за то что караемые по торе смертью не были преданы суду из-за плоды седьмого года и последняя меч опускается на землю за судебную волатиту несправедливый суд и извращенное преподавание тора значит нас интересует эпидемия да за что за то что те кто должны были караться смертью их по суду решили не карать то есть есть бог добрый бог любящий бог бог который всем дает жизнь он постановил что есть преступления за которые есть смертная казнь есть преступления они перечислены в торе их около по моему 31 из преступления за которые есть смертная казнь теперь земной суд он говорит не секундочку мы добрые ну что что этот человек убил 10 детей ну и что что он изнасиловал там своих родителей их зарезал но мы же добрые мы же справедливые мы же такого государства мы лучше знаем за что казнить за что не казнить мы отменяем смертную казнь нет мы не будем ну и что что на всех тысячелетиях за такие преступления казнили а мы бах мы умнее чем бог мы умнее чем нету бога все мы цивилизованное государство и за те преступления за которые должна быть смертная казнь мы ее отменяем написано две тысячи лет назад было записано это мешна что мор мор эта эпидемия приходит на землю за то что караемые по туре смертью не были преданы суду за то что сказали нет мы не будем понятно да идея теперь вернемся это иллюстрация кто захочет потом прочитает на сайте воикроком есть еще там дальше продолжение за какие грехи приходят какие преступления за какие грехи приходит какое наказание даже это не наказание это последствия это последствия грехов то есть нарушение духовных законов неизбежно влечет за собой следствие которое эти же духовные законы они в себе в себе несут понятно еще раз еда и отзадик дин долим значит праведник он знает за что пришел дин за что пришел суд на бедных на обездоленных он смотрит на человека он праведник он соединён с богом он говорит и говорит жаль тебе конечно но вот у тебя вот эта проблемка она вот поэтому теперь злодей кто такой злодей которые сказал что нет духовных законов нет бога злодей говорит не знаю не знаю Может да, может нет, может быть, а кто сказал, что есть Бог, а кто сказал, что это правильно, а может нет, а может да, и начинает качели качать. Понятно, да? Теперь, значит, заканчивается, вот это объяснение заканчивается, что злодей ошибается даже в простом деле, он не видит причинно-следственных связей между своими проблемами и их духовными причинами. Понятно, да? Хорошо, значит, вот Ольга Гринфея спрашивает, нужно ли отдавать десятину на благотворительность, если много долговых кредитов. Смотрите, здесь каждая ситуация, я не праведник, я не знаю, то есть я не человек, который владеет знанием на 100%. И вопросы десятины, вопросы благотворительности, это очень-очень такие серьезные вопросы, как их отделять, как не отделять и так далее. То есть человек должен какую-то часть обязательно отделять. Какую часть отделять, это уже, мы не можем сказать, человек, который ему нечего кушать, отделяет десятую часть. То есть есть, например, человек зарабатывает 100 рублей, и он 100 рублей тратит на свою еду, на необходимые потребности. Он с чего будет отделять? Но он может рубчик хотя бы отделить рубль один, там, один процент и дать кому-то, кому еще хуже, чем ему, с мыслью, что вот, ну, нужно найти тогда, очень интересно, тут я вам даю такой лайфхак. Так, это же духовные законы, и та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Если человек, вот для него, например, один рубль, это не деньги, а для кого-то в Индии этот рубль, это просто спасение. Ну, к примеру, то есть нужно постараться помочь человеку, для которого эта помощь реально будет каким-то важным спасением. И тогда пробуждается вот эта сила, да, что то, что ты, та мера, которую меряешь ты, меряют тебе. Это такой лайфхак. Так, хорошо, и, конечно, было бы хорошо изучить вопрос, погуглить, поспрашивать разные мнения и так далее. То, что нужно помогать, это факт. То, что нужно отделять из того, что Бог тебе дает, и там есть уже часть, которая предназначена другим людям, это факт. Но именно вот нюансы, в том же Пертеавод, в Пертеавод, в первой главе, есть такая мишна, сказал ее Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль сказал так, он очень просто сказал. Сделай себе Рава, сделай себе Учителя, Рава, который разбирается. То есть сделай это на знач. Назначь, то есть найди того человека, которого ты можешь на него положиться и отдались от сомнения. То есть тогда у тебя не будет сомнения. То есть когда человек на глаз, опять же, полагаясь на свое, хочу, знаю, не знаю, мне кажется так, мне кажется так, и он на глаз отделяет, значит это, сказал Рабан Гамлиэль, это проблема. То есть так не надо делать. Нужно найти себе Учителя, который реально разбирается, понимает и знает. И когда у тебя есть сомнения, идти к нему и в заслугу того, что ты идешь к Учителю, то он тебе, как раз Бог, пришлет ответ. Достаточно помочь нуждающимся. Не обязательно отдавать в церковь, не обязательно отдавать в какие-то учреждения. А можно самому лично отдавать нуждающимся, включая своих родственников, которые нуждаются, родственники в первую очередь. И, значит, нужно десятую часть давать нуждающимся. Понятно. Дальше продолжаем. Значит, девятая, восьмая глава. Восьмая глава звучит так. Анше лацон яфигу тирия, вехахамим яшиву аф. Значит, дословно переводится так. Так, люди лацон, лацон это лаиценим, это насмешники кощунствующие. Есть такие умники, которые, они не просто против Бога, они такие еще насмехаются. Знаете, есть такие там комеди-клаб, они друг над другом насмехаются, над Богом насмехаются, над всеми они насмехаются. Такие насмешники. Так написано, что они, царь Соломон 3000 лет назад сказал, что они разрушают город. Они разрушают город. То есть, даже укрепленный город, вот эти вот насмешники, которые идут против Бога, они разрушают. Вехахамим, мудрецы яшиву аф. Мудрецы, они успокаивают гнев Бога. Значит, получается такая интересная вещь, что вот находится город. Возьмем Иерусалим. 2000 лет назад уже был второй храм. Первый храм построил царь Соломон, это было почти 3000 лет назад. Первый храм простоял 410 лет и потом был разрушен. Иерусалим народ ушел в изгнание в Вавилон. 70 лет иерусалим народ был в Вавилоне в изгнание. И потом вавилонский царь Дарий его звали. Он разрешил вернуться и построить второй храм. Построили второй храм. Второй храм простоял 420 лет и был разрушен в 70-м году нашей эры. В 70-м году. И вот, значит, вот эта вот история разрушения храма. Римляне тогда правили Израилем. И римляне, у них была очень такая жестокая власть. Они подавляли любое восстание, вырезали всех. Вообще римляне были серьезные грабители. Это было конкретно такое бандитское государство. Бандиты такие серьезные. Которые захватывали страны. И эти страны, они заставляли платить дань. То есть они, вот как братва, знаете, они обкладывали данью. Также римляне, они заходили во все страны. Обкладывали данью, забирали все имущество, увозили в Рим. В Риме они это все складывали себе в сокровищницы. Если люди в том государстве, которое римляне захватили, они начинали восставать и бороться за свободу, они посылали армию и вырезали всех. И вот, значит, 60-й год нашей эры, 60-й год нашей эры, римляне правят в Израиле, в Иерусалиме, и начинается восстание. В городе Иерусалим начинается восстание, потому что это невозможно было терпеть, как они управляли, как они пренебрегали с верой и так далее. В общем, начинается восстание в Иерусалиме. И это восстание в Иерусалиме, там было несколько партий, одни более резкие, другие менее резкие, одни там, ну, в общем, внутри тоже была междоусобная война. И римляне послали туда самую мощную армию свою, которую только можно. Есть даже в Риме, если вы посмотрите, есть арка, триумфальная арка о победе в Иудейской войне. То есть там есть арка, где они победили как раз, и они, вот эти вот римляне, несут награбленные сокровища из храма, там прямо на этой вот арке нарисованы миноры из храма, золотые все сокровища. То есть они реальные грабители такие. Но они, когда осадили Иерусалим, там был такой Рабаньоханан бен Закай. Рабаньоханан бен Закай, это был глава еврейского народа, главный мудрец. И он пытался объяснить восставшим, что шансов нет. Он говорит, что вы делаете? То есть то, что сейчас вам плохо, это следствие того, что вы нарушаете духовные законы. Хотите, чтобы было хорошо? Служите Богу. Восставшие говорят, ты что нам рассказываешь? Мы сейчас римлян разорвем тут на части, на мелкие кусочки их разрежем. Рабаньоханан бен Закай говорит, невозможно. То есть если вы нарушаете духовные законы, нету шансов победить. В общем, его никто не слушал. И Рабаньоханан бен Закай, он для того, чтобы спасти мудрецов Торы, что он сделал? Он притворился мертвым. Его нельзя было в Иерусалиме, это святой город, нельзя было хоронить. И его труп вытащили из Иерусалима. Он пришел к римскому главе армии, Веспасянову звали. Ему говорит, император, значит, приветствую тебя, император. Тот говорит, я не император. Рабаньоханан бен Закай ему говорит, нет, говорит. Пророки говорили, что Иерусалим может разрушить только царь, только император. Не может простой человек разрушить Иерусалим. Он говорит, что ты рассказываешь? И тут заходят посланцы из Рима, и говорят, свергли императора, свергли императора. И значит, мы назначаем, сенат назначают Веспасяна императором. В общем, Рабаньоханан бен Закай попросил, чтобы спасли мудрецов и открыли Духовную Академию в Явны, ну и так далее. Я в описании на этот урок дам полностью всю эту историю. Иерусалим полностью разрушили, римляне полностью распахали, храм сожгли, камня на камне не оставили, то есть уничтожили, уничтожили весь город. А Рабаньоханан бен Закай им говорил, нет смысла, вы не сможете, не сможете вы победить римлян. Теперь до этого, вернемся, 400 лет до этого, первосвященник, первосвященник, который был, он был последним, начало второго храма, только построили второй храм. Это было разрушение второго храма, а это было его только построили. И в нем был первосвященник, звали его Шимон Ацадик, Шимон Праведник. И Шимон Ацадик, он был 40 лет первосвященником в храме, а в это время как раз Александр Матидонский решил захватить мир. Александр Матидонский, это был такой, его звали по... В Талмуде он упоминается под, как сказать, мы же на русском имена произносим неправильно, его звали Александр Мукдон, просто конкретный Мукдон он был, этот Александр. Этот Александр Мукдон, который вырезал на то время полмира, который вырезал всех своих там друзей, знакомых, мужеложество там в этой греческой армии было, как бы по понятиям, да. И значит, просто бандит такой маньяк, сегодня бы его назвали маньяк, кровожадный маньяк. И вот этот Александр Мукдон со своей армией, он подтягивается тоже к Иерусалиму. Подтягивается он к Иерусалиму, значит, и Шимон Ацадик вместе со священниками выходит навстречу, выходит навстречу, и, значит, идут эти священники все, да, которые служили в храме, в таких одеждах, золотые у них такие украшения, в общем, с фатерами, все сияет. И греки как раз поднимаются, армия Александра Мукдона к Иерусалиму. Шимон Ацадик спускается, они сверху, Иерусалим на горах, и они встречаются, рассвет, и, значит, Александр, этот Мукдон, он видит Шимона Ацадика, Шимона Праведника, и он спускается с коня и кланяется, а он вообще никому не кланялся. Его, значит, его свита, говорят, кому что случилось. Он говорит, я видел этого старца, а Шимон Ацадик, он был такой, ну, очень он был впечатляющий, одежда первосвященника, тут было 12 этих драгоценных камней, которые обозначали 12 колен Израиля, ну, то есть он был очень впечатляющий. И он говорит, мне вот этот вот ангел в таком виде приходил во сне, и мне говорил о моих победах. И это ангел из моего сна, вот этот вот Шимон Ацадик. Они встретились, Шимон Ацадик говорит, ты великий царь, вот тебе ключи от Иерусалима, только город не трогай, священников не трогай, ничего не трогай, все, что надо, мы там деньги дадим, еду дадим, все дадим, только Иерусалим не разрушает. Значит, Александр Матидонский говорит, да, хорошо, говорит, хорошо, конечно, не разрушу, а смысл разрушает. Заходит в город и говорит, вот это храм, да, храм Бога, да, храм Бога, а можно мне туда? Шимон Ацадик говорит, нельзя, вот это место, там, где святая святых, туда могут заходить только священники, все, никак нельзя. Александр Матидонский говорит, ты не понял, я Александр Матидонский, царь, я хочу туда зайти, в храм. Шимон Ацадик говорит, нет, говорит, нереально, нельзя, то есть, если ты хочешь, чтобы Бог на тебя не гневался, нельзя. Он говорит, ладно, тогда поставьте мой бюст там, внутри, мою статую. Шимон Ацадик говорит, нет, у Бога нет изображений, невозможно, нереально, невозможно, но, и вот тут как раз сейчас, то, ради чего я рассказывал эту историю, в восьмой отрывок, он говорит так, аншей лацон яфиху тирия, люди кощунствующие, они разрушают укрепленный город, это мы видим, как разрушение Иерусалима, разрушение второго храма. В эхахамим, а мудрецы, яшиву аф, они знают, как успокоить гнев Бога, и вообще знают, как успокоить гнев. Шимон Ацадик сказал Александру Матидонскому, если ты хочешь узнать, насколько мы тебя уважаем, мы тебя уважаем очень сильно. Всех мальчиков в этом году, которые будут рождаться, мы назовем Александр. Но твою статую мы не можем занести в храм. И Александр Матидонский согласился на такой обмен, он успокоился, и назвали в течение этого года, всех мальчиков, которые рождались в Иерусалиме, назвали Александр. Было много Александров. И с тех пор Александр, это еврейское имя, оно есть у многих великих мудрецов, вошло в историю, то есть это стало таким вот очень распространенным еврейским именем. Вот такая вот разница между теми, кто нарушает духовные законы, и теми, кто живет по духовным законам. Понятно. Все. На этом мы сегодняшний урок заканчиваем. Если вы хотите посмотреть его описание, я привел все ссылочки на историю про Шимона Ацадика, про Шимона Праведника, на историю Рабанехана Набензака, на истории, за что приходит на мир наказание и так далее. Значит, пожалуйста, заходите на портал Воикра, и там есть все мои уроки вместе с описаниями, и вы можете посмотреть Мишли притчи с самого начала. Есть сегодня уже 320-й урок, мы уже конец почти книги, 29-я глава, мы сегодня изучили 7-й и 8-й отрывок. Всем удачи, хорошего дня, все, полного изучения духовных законов, мудрости, божественной мудрости, изучения Торы, и применения этих знаний в своей жизни. Все, всем пока, счастливо, хорошего дня.